Современная Россия Первым шагом российского руководства после краха СССР стал переход к рынку. Правительство избрало путь шоковой терапии, предполагающей либерализацию цен, приватизацию государственной собственности и переход к конвертируемости российской валюты. Планировалось, что рост освобожденных от государственного регулирования цен не превысит троекратного размера. Для компенсации потерь населения зарплаты бюджетников были увеличены на 70%. Однако цены выросли сразу в 10-12 раз, а к концу 1992 года в среднем в 25 раз. Осенью 1992 года началась приватизация государственных предприятий, которая должна была реформировать неэффективную экономическую систему, доставшуюся России в наследство от СССР. Однако выбранный властями путь привел не к акционированию собственности, а к сосредоточению ее в немногих руках новых богатых. Для стабилизации денежной системы, подрываемой вбросом стремительно обесценивающихся советских денег из бывших республик СССР, была проведена денежная реформа. Цена либеральных реформ оказалась слишком высока. Снижение уровня жизни обернулось падением доверия к правительству реформаторов. В декабре 1992 года Съезд народных депутатов отправил в отставку правительство Гайдара, учредив в должности премьер-министра бывшего министра газовой промышленности Виктора Черномырдина. Новое правительство взяло курс на корректировку реформ в сторону большей социальной направленности. Было усилено государственное регулирование экономики. Большое внимание уделялось топливно-энергетической и оборонной промышленности. Социальные программы и государственная поддержка предприятий требовали значительных средств. Для пополнения бюджета правительство прибегло к иностранным займам по линии МВФ и Всемирного банка. Другим источником денег стал выпуск государственных краткосрочных облигаций, причем платежи по проданным бумагам, осуществлялись за счет выпуска новых, что привело к созданию так называемой финансовой пирамиды. Результатом экономического курса правительства Черномырдина стало снижение социальной напряженности, определенный рост благосостояния по сравнению с 1992 годом, создание и укрепление финансовой системы новой России, некоторое экономическое оживление. Однако платой за это стал стремительный рост государственного долга, который к 1998 году достиг катастрофических размеров. Правительство Сергея Кириенко, который сменил Черномырдина на посту премьера за несколько месяцев до краха ГКО, попыталась разрешить ситуацию жесткими рыночными мерами и объявила дефолт, отказавшись платить по долгам. В результате резко вырос курс доллара. Августовский кризис 1998 года стал серьезным испытанием для российской экономики. Россия была отказана в новых кредитах, вновь обесценились вклады населения в банках. Правительство Кириенко было отправлено в отставку. Пришедшее на смену ему правительство Примакова отказалось от иностранных заимствований и перешло к поддержке отечественного производства. Были значительно снижены государственные расходы. Меры, предпринятые премьер-министром Примаковым, остановили падение. После стабилизации ситуации начался экономический рост, основой которого стал дешевый рубль, что давало преимущество отечественным производителям. Сменившие Примакова на посту премьера Степашин и Путин в основном продолжили этот экономический курс. В начале 21 века в российской экономике начался устойчивый рост. Одним из главных источников его стали высокие мировые цены на главный предмет экспорта страны – энергоносители. Политическая система Новой России после распада СССР нуждалась в срочном реформировании. Неотложной задачей стали разработкой и принятие новой Конституции. Острый конфликт возник между президентом и Верховным Советом по вопросу будущего государственного устройства России. Продолжение следует...